Жители 52-го дома по улице 2-й лагерной обратились в нашу редакцию неделю назад с проблемой, которая беспокоит их уже не первый год. С их пятиэтажкой соседствуют несколько ветхих деревьев. Каждый раз, когда синоптики прогнозируют усиление ветра, жильцы с замиранием сердца ждут беды. Моя квартира угловая. Мне уже много лет. Скоро 80. Эти деревья выросли. Их посадили, когда мы вселялись, здесь как болото. Очень сырая земля и стояла все время вода. Теперь они выросли, сучья опадают, они высохли. Деревья выросли выше крыши. Я подхожу к окну, у меня берет страх божий. Они выше моего дома. И куда падает ветер, все. Сухие нижние сучки сохнут и падают. А верхние, ужас, они туда-сюда, туда-сюда. Ситуация вроде бы не сложная и решается простым обращением в мэрию. И последующим кронированием. Но не в данном случае. В администрацию жильцы обращались уже не раз. Результата нет. Я писала заявку. Ее, как водится, у нас через год потеряли. Потом пришел новый управляющий. Сейчас он называется так. И началось по новой. На последнее обращение жильцы получили неожиданный ответ. Территория от торца их дома по улице 2-й лагерной до самого края проезжей части не муниципальная, а придомовая. И ответственность за нее несут сами жильцы. Было высказано предположение, что эта земля находится в нашей собственности. И вот сейчас получается так, что город отдает нам эту землю для того, чтобы мы ее содержали. А придя в администрацию, мне сказали, что город может вот эту землю забрать в любой момент. Так как это как бы принадлежит городской территории. У нас вот здесь выставлены столбики. Мы делали это, наверное, в 15-м году. Значит, и мы знаем земля, границы нашей земли. Сейчас администрация почему-то сдвинула границы нашего земельного участка до дороги. Я так понимаю, что им проще там свалить на нас эту всю уборку и содержание этого пятачка. Как так получилось, что у жильцов одни данные, а в публичной кадастровой карте города другие, сложно сказать. В любом случае, провести повторное межевание и добиваться отчуждения земель в суде для жителей будет дешевле, чем оплачивать кронирование, покос травы и прочие обязанности собственников такого внушительного придомового участка. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.